Подобная схема лишь одна из тех, с помощью которых преступники обманывают государство или различные организации. Вообще полицейские регионы выделяют несколько наиболее распространенных типов мошенничества. Это, например, в случае, когда фирмы предоставляют подложенные документы о выполнении тех или иных работ. На основании полученных бумаг организациям перечисляют деньги из бюджетов разных уровней или от других предприятий. Также нередко полицейским Иркутской области приходится распутывать мошеннические схемы, связанные с обналичиванием материнского капитала или других средств через фирмы-однодневки. Встречаются в практике следователи и дела о незаконном получении кредитов как юридическими, так и физическими лицами. В этих случаях, как правило, соучастниками преступления выступают банковские работники.